Здравствуйте! С вами Лилия Дроздова и мастерская Ловки Портной. И сегодня опять мастер-класс! Приступаем к обработке пояса. Нам нужно будет сам пояс, выкроенный из ткани, косая бейка, лента, нам нужно две пуговицы, два крючка, ну и бирочка. Приступаем! Пояс, так как у меня не хватило ткани на цельный пояс, я его сшила из двух частей. Пояс продублирован с двух сторон, потому что он у меня будет 5 см, поэтому мне нужно, чтобы он был плотненький. Поэтому я соединила две детали и припуск застрочила на одну из них. Это будет левая сторона, это будет правая сторона. По левой стороне, по изнаночной, которая будет ближе к телу, мы должны край обработать косой бейкой. К той стороне пояса, которая будет ближе к телу, лицевая с лицевой стороной я соединила косую бейку и пристрочила на 0,5 от края. Теперь косую бейку я огибаю вокруг шва, загибаю еще раз, и с этой стороны прямо в канавку буду строчить, чтобы строчка нигде была не видна. Так, с одной стороны мы обработали пояс косой бейкой, с другой стороны мы заутюжили припуск. То есть, когда мы заутюжили припуск с лицевой стороны, у нас с изнаночной стороны на сантиметр остался край, обработанный косой бейкой. Теперь вот этот край нам нужно завернуть лицо с лицом, сложить и застрочить вот этот угол. Так, мы сделали строчку по краю, срезаем лишний припуск и высекаем уголок на 0,1 до строчки. Теперь выворачиваем, выправляем уголок. Поправляем иголкой. Так. Вот, мы получили вот такой вот край пояса. Вот эта нижняя часть, она, видите, на сантиметр больше. Когда мы будем пришивать окончательно пояс, мы сделаем ее вот таким вот уголочком. Но я вам это еще покажу позднее. Теперь, с одной стороны у нас угол есть, нам нужно подготовить угол с другой стороны. Прежде чем зашить вторую сторону пояса, у нас будут вот такие вот крючки, они не пришивные, они как бы насквозь ткань пробивают, поэтому мы должны разметить на нижней части пояса место крепления и укрепить эти крючки, а потом только соединять вот эту часть угловую. Вот это проколы. Такие, видите, штыречки. То есть сюда протыкается ткань, а наверх такая вот заглушечка, и загибаются вот эти усики. Ткань там вот в серединке. У нас два крючка. Сейчас будем размечать. Обращаю ваше внимание, что на лицевой стороне пояса крючка быть видно не должно. То есть крючок будет у нас на изнаночной стороне пояса. Та, которая ближе к телу. Для того, чтобы было более плотное место ткани, я дополнительно еще наклею кусочек дублерина. Такого толстого. И сюда уже буду размечать крепление. Наш крючок имеет три таких вот усика. Я разметила по три точки. То есть вот это будет линия шва. Я отступила 5 миллиметров. И на расстоянии 5 миллиметров от края разметила три точки. Сейчас я проколю крепеж и закреплю его пластиной. Я проколола крепеж. Вот эти усики. Теперь буду делать крепление. Ну вот и готово. Я усики загнула в разные стороны. Два сюда, один сюда. Чтобы на 100% не вывалилось. Потому что это будет зашито в пояс. И уже потом не вставить будет другие. Вот такие вот, видите, крючочки. Хочу сверху еще наклеить дублерина, чтобы эти железки на лицевой стороне не просвечивали. Ну вот смотрите, я наверх наклеила еще дублерин. Теперь перегибаю пояс лицо с лицом. Соединяю. Истачиваю вот так вот уголком до линии соединения с молнией. Вот я проложила строчку до места, где будет крепиться с молнией. Высекла уголки. Сейчас буду выворачивать. Теперь берем нашу ленточку. Складываем ее пополам. И пришиваем к боковому шву брюк. Ну так, прихватить пару стежков, чтобы они никуда не уехали, когда мы будем втачивать пояс. Вот так, чтобы они были прикреплены. Теперь берем пояс лицевой стороной кверху. Находим середину пояса, нашу метку. И соединяем с задним швом брюк. Я сначала все соединю иголками, потом сметаю. И так показываю, что я наметала. Специально наметала синими нитками, чтобы вам было видно. То есть мы делали на поясе лицевую сторону со сгибом. Поэтому я наметала прямо в сгиб пояса. Укрепила еще раз ленточку. Вот. И самое важное, это вот эти вот края. То есть вот здесь, когда мы застрачивали уголок, мы нижнюю часть надсекли до строчки. Вот я ее вытащила, и теперь я ее соединила с брюками. Потом я ее вот туда заправлю, обратно. И закрою вот этой стороной пояса, который у нас с косой бейкой. Швом снаружи. А здесь шелк будет в канавку прямо. То есть с лицевой стороны практически шва не будет. С этой стороны то же самое. То есть наш пояс был согнут. Вот я вытащила этот кусочек согнутый, соединила с брюками. Потом я его туда заправлю. И опять же закрою стороной пояса, обработанной косой бейкой. Косую бейку вот здесь так по косой наклонить, чтобы она не торчала из молнии. Пока строчу вот эту часть пояса. Вот я приложила строчку. Теперь убираем наметку и определяем места крепления застежек, пуговиц, петель. Потому что это нужно сделать до того, как мы соединим пояс. Теперь нам нужно высечь все уголочки. Чтобы уменьшить толщину пояса. Таким вот образом. Так, я разметила под крючки первым делом. Сейчас установлю крючки, пока я не зашила пояс. Здесь я тоже приклеила дублерин укрепляющий. Вот, сейчас прикреплю здесь крючки, а потом вот здесь буду делать петли, а сюда пришлю пуговицу. Вот такая вот двойная застежка будет. Здесь петли с пуговицами, здесь крючки. Так, теперь та сторона, где мы сделали для наших крючков петли, я ее сметываю как бы на пару миллиметров от лунки, чтобы когда я буду строчить вот прямо вот в лунку, потом легче было снимать наметку. Наметала только до половины, для того, чтобы сделать петли. Потому что вот здесь еще мне нужно пришить пуговицу. Размечаю петли вот под эти пуговицы и обрабатываю их. Итак, смотрите, я разметила петли. У меня на машинке есть вот такая вот специальная лапка. Я выставила размер пуговицы. И теперь настраиваю центр петли и начало петли в иголку. Я контролирую, чтобы не ушло направление. Сигнал. То есть машинка закончила делать петлю. Получается вот такая петля. Ее нужно прорезать и убрать ниточки. Как я убираю нитки? Я беру иголку для слепых. У нее такое ушко, через которое можно продеть иголку, нитку. Вот так вот. Не попадая в ушко. И затем я ее ввожу вглубь пояса и продергиваю. Так я убираю все нитки. Так, вот наши чистые петли. Сейчас мы их прорежем. Я беру обычные маникюрные ножницы и в середине петли делаю прокол и надсекаю. И маленькими шажками продвигаюсь, чтобы не разрезать саму нитку. беру пуговицу. Так, все проходит в нашу петлю. Теперь вот эти вот ниточки, которые у нас запушились, мы их подрезаем. Вот и получается вот такая аккуратная петля. Простым зигзагом. Так, крючочки мы сделали. Петельки мы сделали. Теперь нам нужно разметить место, где пришивать пуговицы. Для этого мы закрываем крючки, как у нас должно быть. Переворачиваем. И в самое начало петли вот вставляем булавку и вставляем сразу же вторую. То есть мы обозначаем место, где у нас должны пришиваться пуговицы. Вот точки, центр пуговицы. Пришиваем на одну половинку. С лица у нас пуговиц и швов быть не должно. Ну вот смотрите. Значит, мы сделали крючки, мы пришили пуговицы, сделали петли и наметали весь пояс. Теперь мы строчим, как я уже говорила ранее, прямо вот в эту луночку, чтобы строчка была не на поясе и недалеко от него, а прямо вот под поясом. Пояс готов. Есть за что повесить. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, задавайте вопросы, делитесь видео в соцсетях. До скорых встреч! До свидания!